Музыка Меня зовут Архимандрит Кирилл Говорун. Я являюсь преподавателем Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве и преподавателем университета в Лос-Анджелесе, где я читаю курс «Видение в восточнохристианские традиции». И за 20 минут я постараюсь изложить кратко и систематично изучение учения Православной Церкви о Святой Троице, за следующие 20 минут о Боговоплощении, христологию и последние 20 минут о Церкви, экклезиологию. Постараюсь быть кратким и понятным. Все три области православного учения, которые являются классическими областями православного богословия, триодология, христология, экклезиология, они сформировались в период поздней отечности, они сформировались, начиная с 2-3 века, и особенно важную роль сыграл формирование этих учений 4-й век, которые также называются золотым веком патриотической эпохи, сформировались в рамках философской системы, которая доминировала в то время, системой, которую мы сейчас называем неоплатонизмом, являющимся синтезом между учением Платона и Аристотеля, в значительной мере упрощенным, в некоторых отношениях усложненным, и которая была адаптирована христианскими мыслителями, богословами для использования в христианском богословии, собственно говоря. Для понимания вот этих трех областей, триодологии, христологии, экклезиологии, необходимо иметь несколько предварительных таких пропедавтических понятий. Первое, и эти понятия объединяют все три области, первое, это то, что православное богословие традиционно следовало принципу, который в математике, в современной математике, звучит как необходимое и достаточное. Церковь формулировала свое учение о Святой Троице, о Боговоплощении, о Церкви, исходя из этого принципа необходимого и достаточного. То есть тайна бытия Бога, тайна воплощения Бога, тайна пребывания Бога среди верных открыта в богословии ровно в той мере, насколько это необходимо для спасения. И больше этого ничего не сказано. Что означает, что богословие, что любые богословские системы, любое богословское изложение, которое сформулировалось в христианской традиции, оно не является исчерпывающим. Что всегда есть нечто, что скрывается под уже сказанным, под изложенным, под сформулированной отцами Церкви системой православного богословия. То есть то, что мы знаем, то, что мы говорим о Троице, то, что мы говорим о Христе, то, что мы говорим о Церкви, это лишь часть, верхушка айсбегра того, что мы могли бы сказать, но что не было сказано. Потому что они соответствуют вот этому принципу необходимого и достаточного. Церковью в формулировании православного богословия двигало не любопытство, а двигало необходимость сформулировать это учение, православное учение таким образом, чтобы оно было полезно и спасительно для верующих. И не более того. В этом смысле сатериология, то есть учение о спасении, является общей рамкой, которая объединяет и учение Святой Троицы, и учение о Боговоплощении, и учение о Церкви. И, собственно говоря, то, что необходимо знать с точки зрения спасения человека, то и вошло в систему православного учения, то и вошло в систему богословия. То, что не так необходимо знать для спасения, то, собственно говоря, и не было сформулировано. Лишь в 20 веке мы можем говорить о формировании богословия, которое выходит за рамки, собственно говоря, сатериологической целесообразности. То, что удовлетворяет, может быть, человеческое любопытство, то, что, может быть, звучит как целостное знание, как система, максимально охватывающая все области знания и все области знаний о Боге, о Христе и о Церкви. В этом смысле 20 век отличается от предыдущих эпох. Он максимально расширяет горизонты богословского знания. В эпоху поздней античности эти горизонты были намеренно сужены. Они были намеренно редуцированы до того, что необходимо человеку для спасения. И вот эта сатериологическая рамка богословия, она исходит из того, что знание спасительное либо не спасительное. То есть знание, оно влияет на состояние человека. Оно имеет, как бы, такое онтологическое измерение. Оно имеет влияние на то, чем человек является. Это, в общем-то, была общая установка, характерная для всей античности, где знание воспринималось не просто как набор информации, которую человек пропускает через свой мозг, а как некий фактор, инструмент, который влияет на то, чем человек является, чем человек становится. И в этом важность богословия с точки зрения нашей традиции. Богословие необходимо и важно, потому что оно, по крайней мере, с точки зрения нашей традиции, определяет то, чем человек является. Так вот, вот эта сатериологическая рамка, которая определяет, что в богословии является необходимым, что является и достаточным, это первая предпосылка для нашего понимания того, что есть богословие. Вторая предпосылка, она была сформулирована в рамках уже упомянутого неоплатонизма и восходит к трудам Аристотеля. То есть неоплатонизм как синтетическая система, которая воплотила в себе элементы и платонизма, и аристотелизма, она стала каналом, через который одна очень важная категория была привнесена в христианское богословие, стала, в общем-то, основой для всех богословских систем внутри восточно-христианской традиции. Это категория различений между общей и частной сущностью, между бытием конкретным и бытием общим, между предметом и общей природой, в которой этот предмет участвует. Если мы возьмем, например, посмотрим на эту стену или на вот эту стену, это одна из нескольких стен, это конкретная стена, но она является, имеет общность со всеми остальными стенами в этой комнате и в любой другой комнате. И в категориях, скажем, аристотелевской логики, которая потом перешла в неоплатонизм, философы говорили бы об общей природе стены и о конкретных воплощениях этой общей природы стены в конкретной природе стены, вот данной вот этой стены. Несмотря на то, что она как бы визуально отличается от этой стены или от той стены, тем не менее и то, и то стена и является общей природой стены. И вот как бы развлечение между общей природой и частной природой, которую это развлечение ввел Аристотель в обиход и который потом получил более такое рафинированное развитие в неоплатонической философии, было перенято христианским богословием и стало основой для понимания таинства Святой Троицы, боговоплощения и того, что является церковь, чем является церковь, чем является человек в церкви. И третья категория, которая является важной предпосылкой для понимания таинства Святой Троицы, это еще одно развлечение, это развлечение между разделением и развлечением. Разделение – это когда мы берем два предмета и их просто физически разделяем друг от друга. Развлечение – это когда мы в одном предмете, который физически существует как одно целое, различаем отдельные аспекты этого предмета. То есть развлечение – это процесс мысленный, интеллектуальный, а разделение – это процесс физический. Это процесс, когда мы берем одной рукой один предмет, другой рукой другой предмет, и их просто разводим друг от друга. Вот это тоже очень важная категория для понимания всего комплекса православного богословия. Итак, три предпосылки, три вещи, которые нужно понимать, прежде чем приступать к пониманию, к осознанию, обсуждению православного богословия. Первое – это то, что все постулаты православного богословия являются сатериологически обусловленными, то есть они должны соответствовать критерию необходимого и достаточного для понимания, для того, чтобы человек, что человек должен, христианин должен знать о Боге, для того, чтобы спастись. Второе – это различение между общей и частной сущностями, общими частным, и третье – это различение между различениями, разделением. Вот. Как эти принципы применяются в богословии? Они были применены наиболее полно и успешно богословиям в IV веке, такими, как святитель Афанасий Александрийский, такими, как каппадокийцы, особенно каппадокийцы, принесли вот это инновационное отношение, применение к богословию философских категорий. Прежде всего, неоплатонических, платонических, неоплатонических. И как они применили это, прежде всего, к Таинству Святой Троицы. Это Таинство Святой Троицы было осмыслено более сложным образом, чем обыкновенный монотеизм еврейской религии, иудаизма. И, собственно говоря, благодаря использованию вот этих категорий, о которых я только что рассказал, монотеизм христианский осмысливается по-иному, чем, например, монотеизм иудейский. Иудейский, библейский, ветхозаветный монотеизм, который говорит о том, что есть единый Бог, нет другого Бога, кроме Бога, и который категорически осуждает политеизм. В этом смысле иудейский монотеизм, он развивался как противопоставление политеизму языческого мира. И вот христианство, которое возникает из иудаизма, во многих смыслах возникает из иудаизма. Первые апостолы были евреями, и писания, библейские тексты, новозаветные тексты во многом отражают еврейскую литературу. И первые богослужебные обряды, и богословский язык, он как бы заимствуется из иудаизма. Но христианство вносит новое понимание в то, что является монотеизмом, в каком смысле Бог един. И вот как раз это разделение, развлечение между общим и частным помогает этому развлечению. Христиане говорят о том, что Бог один, конечно, он остается один, он является один, христиане являются монотеистами, но это единство общей природы, общей для трех ипостасей. Три ипостаси, как три частных сущности, как три частных, христиане не называли эти три частные сущности сущностями, они назвали это словом ипостась, ипостась изначально означает сущность. Оно, это слово является синонимичным по отношению к слову «усия» в античной литературе, в классической философии, но в христианском обиходе, в христианском словоупотреблении слово «ипостась» имеет некоторый нюанс, нюанс, который обозначает частность, партикулярность бытия. И вот христиане использовали два синонима «усия» и ипостась, сущность и ипостась для того, чтобы обозначить вот эти нюансы, нюансы общего бытия и нюансы частного бытия в едином Боге, в единой троице. Три партикулярности, три частности, три частных бытия были названы словом ипостась, и эти три частные бытия, они объединены в едином общем бытии Бога. То есть Бог остается один, но при этом есть три частности в этом едином бытии. И вот это понимание Бога было выражено в формуле «три ипостаси и одна сущность Бога». При этом три частности были проименованы особым образом, как «отец, сын и святой дух». Отец, сын и святой дух в некотором смысле – это названия, которые являются, это имена, это имена прежде всего, потому что они относятся к личностям, они относятся к частному личностному бытию отца, сына, святого духа, святой троице. Они являются и именами, и в некотором смысле метафорами, потому что, когда мы говорим «отец», мы предполагаем, что отец рождает кого-то. Когда мы говорим «сын», мы говорим, что сын рождается. Когда мы говорим о Святом Духе, Святой Дух исходит. То есть это имя, оно имеет некоторую нагрузку, некоторый смысл, который имеет отношение к процессу. Если, например, имя каждого отдельного человека, Иван, Андрей, Петр и так дальше, не имеет вот этих коннотаций, связанных с происхождением или с действием этого человека, это просто имя, то в отношении Святой Троицы отец, сын, Святой Дух, это не просто имя. Это также метафора, которая обозначает инаковость, отличие каждой из лиц Святой Троицы друг от друга. Отец является отцом, потому что не является сыном. Сын является сыном, потому что не является отцом и духом. И даже когда отцы церкви говорили о том, что отец рождается, сын рождается, Дух Святой исходит, они не имели в виду буквально, что отец рождает так, как это происходит у людей, или сын рождается так, как это происходит у людей. Но это некоторые метафоры, которые обозначают, что отец, сын, Святой Дух, они находятся в отношениях друг с другом, между ними есть отношения, и эти отношения имеют каждую характерную черту, отличаются от отношений как бы между другими отношениями в той же самой Святой Троице. Что отношения между отцом и сыном отличаются от отношений между отцом и Святым Духом, или между сыном и Святым Духом. И это отличие в отношениях определяет, собственно говоря, отличность отца от сына и Святого Духа. Благодаря этим метафорам подчеркивается партикулярность, особенность, непохожесть каждого из лиц Святой Троицы. И при этом, при всем, они составляют единое целое, они составляют троечное, единое троечное бытие. Так что, когда мы говорим об Отце, мы тут же должны думать и о Сыне, и о Святом Духе. Когда мы говорим о Сыне, мы должны думать об Отце и Святом Духе. И когда говорим о Святом Духе, мы должны думать об Отце и Сыне. и все это должно быть одновременно, как бы мысль об Отце тут же рождает мысль о Сыне Святом Духе и о Едином Боге. Мы не можем говорить о том, что единство Бога важнее, чем его троечность, или о том, что троечность важнее, чем единство. Они мыслятся одновременно и одинаково важны. Отец является причиной в Святой Троице, в этом смысле троица в богослужебных текстах называется единоначальной. Начало Троицы Отец. Отец рождает Сына и рождает Извоя Святого Духа. Но эта единоначальность Отца внутри Святой Троицы не рождает иерархичности внутри троечности. В человеческом сообществе, в нашем опыте, мы привыкли, что если что-то дает начало чему-то, то это первоначально является выше, чем то, что происходит от этого начала. Если отец рождает сына, или в нашем более привычном понимании мать рождает сына, то родители, родившие сына, они важнее, они имеют авторитет по отношению к сыну. И это, собственно говоря, была причина наложения человеческого опыта на троечное бытие, возникновения орианства первой ереси, которая постулировала, что сын ниже, чем отец, потому что он рождается от отца. Но эта логика не работает в Святой Троице, потому что первопричинность отца не является основанием для иерархичности Святой Троицы. Святая Троица является абсолютно эгалитарной, в том смысле, что отец, сын и Святой Дух абсолютно равны между собой, несмотря на то, что отец является причиной для сына и Святого Духа. И в этом одно из таинств, один из парадоксов Святой Троицы, что несмотря на то, что отец является первопричиной для сына и Святого Духа, иерархии внутри Троицы не существует. Нет. Они, отец, сын, Святой Дух абсолютно равновелики. И именно поэтому, подводя итог под нашей беседой о Святой Троице, отцы церкви предложили такую формулу, которая очень точно, наверное, описывает то, о чем мы только что сказали. Говоря о Троице, мы можем привести некоторую математическую формулу. Мы начали нашу беседу с математикой, и вот мы закончим ее математикой. Говоря о Троице, мы можем говорить о том, что 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. То, что отец, сын и Святой Дух, несмотря на то, что они являются тремя частными ипостасями, лицами, они, тем не менее, составляют единое целое божество. И еще один важный момент. То, что 1 плюс 1 плюс 1 равно 1, означает то, что Бог является простым. То, что Троичность не вносит сложность в божественную сущность, в божественное бытие. То, что Троица является простой, то, что в ней нет ни одной сложности, ни одной складки, так сказать, ни одной такой черты, которая бы делала ее сложной. И вот эта формула 1 плюс 1 плюс 1 как раз равно 1 является формулой простоты Святой Троицы. Простоты, в которой, тем не менее, существуют три партикулярности, три частных бытия, три лица, которые имеют общее бытие, божественное бытие. Именно поэтому мы верим в единого Бога, именно поэтому мы, христиане, являемся монотеистами. Спасибо. 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 Спасибо.